Субтитры создавал DimaTorzok Почему не 51? Почему 23? И так говорит Мишна Сангедри Гдойло Вот Сангедрин Гадоль Великий Сангедрин Айта Шальшивим Вэхат состоял из 71 судьи Уктана Амалы Сангедрин состоял из Шалисрим Ушлоша Из 23 судей Уминаен Агдула Шальшивим Вэхат Но откуда мы знаем, что Великий Сангедрин Должен себя включать именно 71 мудреца То есть, понимаете, какое количество И каждой из них требовалось высочайшее знание Чтобы были у каждого судьи А у, получается, малого Сангедрина 23 человека Почему так? Говорит Мишна Шенеймар Так как сказано Собери мне 70 старцев из народа Израиля У Моше Аль-Габейхэм А Моше над ними над всеми Бероша Шивим То есть, над этими 70 Как сказано Да, и будут нести с тобой народ Да, это история из книги Бамидбар Когда Моше Рабейну говорит Что, да, тяжела для меня нож Это носить все одному И Всевышний говорит Никаких проблем Собери 70 мудрецов И поделимся Да, поделись с ними Своей невуа Да, и будет у тебя 70 старейшин Так мы видим, что было 70 старейшин Плюс еще один Моше Того получается Это 71 Раби Иуда же говорит Шивим 70 Потому что Раби Иуда учил слова И будут нести с тобой То есть, они будут равны тебе То есть, они должны быть все С хорошей родословной Они должны быть все Чисты от какого-то изъяна Но не имелось в виду Что Моше будет восседать С этими 70 вместе Да, поэтому Раби Иуда говорит Нет, когда написано 70 Всего должно быть 70 А не 71 Но, как мы знаем Да, Аллаха идет Согласно мнению первого Таны Да, то есть Танакамы Что все-таки 71 мудрец Вообще, да Вот интересно Интересно Да, точка зрения Раби Иуды Почему? Потому что Не может быть четного числа Ведь если будет четное число Существует вероятность Существует вероятность Разделения пополам А если так То как хотел Раби Иуда Чтобы суд состоял Из 70 человек Интересно Может быть Бартанора что-то пишет Да, мы всегда приводили Как само собой разумеющееся Что если Историй следует Что два судьи Два быть не может Поэтому имеется в виду три Если написано Да, там То есть Всегда мы добавляем одного Чтобы было Нечетное количество Здесь же вот Здесь же Да, ВМ1 А ну-ка посмотрим Так Нет Это ровно то Что пишет Бартанора Хорошо Может быть дальше Узнаем ответ На этот вопрос Да, просто Интересно копаться В мнении Раби Иуды Хоть она не идет на Аллаху Но все-таки интересно Как он Видел в итоге Если будет четное число Как избежать Ровного количества голосов Потому что Если суд не может прийти Путем большинства К решению То смысл изначально Создавать такое количество судей Чтобы была такая вероятность Интересно Окей Но продолжает мечта Ладно Разобрались там Раби Иуда Танакама Разобрались Почему Великий Сангедрин Это 71 судья Но почему Малый Сангедрин Это 23 судьи Почему 23 Почему не 33 Богатыря Судьи Шенеймар Потому что сказано Сказано Относительно Закона убийцы И будет судить его Эйда Община Между Ударившим И между Кровомстителем По законам Мы знаем Мы знаем Что если человек Убил другого Пусть даже Убил его Нечаянно Да Пусть даже Убил его Нечаянно Этого человека Необходимо Да Ему необходимо Бежать в город Убежище Потому что Неважно Сделать ты специально Или не специально Объясни теперь матери Там Ребенка Что ты Случайно Засмотрелся На телефон Дело не в этом То есть Как бы Тебя имеют право Убить Называется Кровомститель Но не в городе Убежище Так там Слова говорят Так Будет судить Его община И спасет Этого Нечаянного Убийцу Община Из рук Кровомстителей Теперь Когда мы говорим Община Которая Будет судить Имеется в виду То есть Община Это 10 Тогда мы могли Понять Что должно быть 11 Видишь Опять используем Да мы знаем Откуда мы знаем Потому что Написано Про Эйда Откуда мы знаем Что Миньян 10 Почему здесь Не написано Но да Эйда Это всегда 10 Так написано Про Когда разведчики Пошли И двое Из разведчиков Иошуа И Калев Сказали хорошо О земле Израиля А 10 Сказали Плохо Так вот Такие 10 Называются Эйда Из них Мы учим Что Эйда Это 10 Человек Поэтому Здесь тоже Написано Что 10 Приговаривают И Ну как бы Община Приговаривают И община Спасает Получается 10 Приговаривают Вешафту Айда А написано И община Спасет Это еще 10 Получается 20 Ну хорошо 20 Можно 23 Откуда Откуда Отсюда Мы видим Что 10 Это Эйда Потому что Всего Их было 12 Вышли отсюда Иошуа И Калева Которые Не говорили Ну ладно Хорошо А откуда Еще 3 Хорошо 20 10 10 А еще 3 Откуда Это Следует Из того Что Сказано Да И Не Будет Так Вот тут Чтобы правильно Перевести Посуг Давайте Посмотрим Да Это Знаменитый Принцип Который Гласит Что Судить Нужно По Большинству То Что Мы Сказали Да Отсюда Мы Учим Что Всегда Да Если Судьи Разделились По мнению Такое Количество Людей То Мы Будем Идти По Большинству Да Как Большинство Решения Приняли Вот По Большинству Идем Почему Написано Еще Добавляет Посуг И говорит Лишнее Как будто На первый взгляд Слова По Большинству Нужно Следовать Зачем Дважды Написано Что Да Смысл Один Что Нужно Идти За Большинством Но В одном Случа Упоминается Слово Да Раот Как Бы Козлу А во втором Случа Получается Как Бы К Добру Отсюда Мы Учим Такой Закон Очень Интересный Закон Что Если Большинство Обвиняет Человека Или Большинство Оправдывает Человека Будет Разный Закон Количество Разницы Между Большинством И меньшинством А именно Альпишна Что Если Человека Хотят Приговорить К смерти И разделились Например 35 и 35 Да У нас 36 и 35 Да 71 человек То Чтобы Обвинить Человека Мало Перевеса В одного Судью Да К тому же 10 могут Воздержаться Да Например 31 на 30 Остальные Воздержались Или вообще Что-то другое Сказали Мы идем По большинству Но Перевес Большинства В случае Когда человека Хотят Обвинить Должен Составлять Как минимум Два Судей Тогда Как Чтобы Человека Оправдать Достаточно Одного Но давайте Сейчас Прочитаем Да Потихоньку Кулумарше А А если Будет Равное Количество Которые Его Например Обвинили Остальные Воздержались А Если Получится Так Видимо Нельзя То есть Тогда Нельзя Воздержаться Тогда Кто-то Из Воздержавшихся Должен Ну Тогда Он будет Противоречить Своему Мнению Он Не Понимает Оправдать Или Наказать Будут Судить До тех Пор Пока Те Кто Из Воздержать Должны Пронять Решение В итоге Я Не Уверен Что Во всех Делах Можно Воздержаться Да Они Должны Прийти Как К Какому То Решению Будем Это Разбирать Я Очень Надеюсь Что Мы Будем Вникать В то Как Ты Прав Да То есть Смысл Делать 71 И 71 Может Воздержаться И Все У тебя Опять Число Чертное Так Мы Никогда Не Выйдем Да Поэтому Очевидно Что Есть Какое То Что Видимо Он Не Может Воздержаться Или Какие То есть Правила Будем Разбирать Я Только Хочу Посмотреть Внимательно По Сук Да 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 Ага Вот Как Вот Как Смотрите Один Посук Говорит Что Мы Идем За Большинством Но Когда Мы Говорим Что Мы Идем За Большинством Это Не Значит Что Мы Идем За Большинством За Зло Попал Ты В Ситуацию Где Большая Часть Людей Хотят Сделать Урок Пять Минут Я Пять Минут Подожду Когда Мы Идем За Большинством Но Это Большинство Плохое Говорит Пошли Служить Идолам Тогда Мы Не Идем За Большинством Сомнений Это Вопрос Когда Задали Котский Рэб Говорит Вы Евреи Говорит Всегда За Большинством Так Нас Говорит Христиан Больше Гораздо Так Идите За Нами Он Скал Мы Идем За Большинством Когда Есть Какие-то Сомнения Когда Сомнений Нет За Большинством Тебе Не Надо Авраам Авину Был Один И Весь Мир Был Против Него Он Скал Извините Вы Все Ошибаетесь Мы Все Просто Потеряли Связь С реальностью Поэтому Написано Не Иди За Большинством Для Зла Отсюда Что Мы Видим Для Добра Иди За Большинством Она Не Может Написать Все Должен Выводить Логически Если Тора Пишет Не Иди За Большинством Для Плохого То Значит Для Хорошего Да Иди За Большинством Зачем Тогда Она Отдельно Пишет Иди За Большинством Мы Уже Поняли Это Из Другого Места Ответ Что Есть Разница При том Когда Суд Выносит Решение Чтобы Человека Обвинить Необходима Разница В Два Суде Чтобы Оправдать Достаточно Одного Суде Чтобы Было Больше Это То Что Имел Из Не Иди За Большинством Для Зла Да Да То То Если Большинство Только На Одного Человека Не Делай Не Казни Человека Ну Все Так 35 Проголосовало За То Что Его Надо Не Казнить Поэтому Недостаточно Но Второй Пасук Говорит За Большинством Иди Что Это Значит Минимальное Число Большинства Это Всегда Два Поэтому Если Уже Перевес Вдва Судьи Это Называется Иди За Большинством Тогда Уже Можно Ити До Большого Л Эль Ши Ши Два Цер Да И Как Мы Сказали Выше Что Написано Община Будет Судить И Община Будет Спасать Этого Нечайного Убийцу То Деся Оправдывают Поэтому Вау Смотрите Как мы Учим То есть У нас Есть Десять И у нас Есть Десять Всего Двадцать Откуда Вы Взяли Что Двадцать Потому Что Чтобы Если Десять Десять Они Не Могут Обвинить Человека Нужно Преимущество В два Суди Поэтому Должно Быть Двенадцать Против Десяти Но Опять Правило Но Не Может Быть Двадцать Два Суди Потому Что Это Ровное Число Поэтому Мы Добавляем Еще Одного Мы Добавляем Еще Одного Итого Двадцать Отсюда Мы Видим Что Минимальные То есть Малый Сангедрин Хоть И Достаточно Было Бы Двадцати Мы Все Учим Историй Историй Десять И Десять Также Историй Мы Видим Закон О том Что Нужно Идти За Большинством И Детали Когда Мы Идем За Большинством И Множественное Число Это Два Одного Недостаточно Из А Сколько Должно Быть Жителей Города Чтобы Этот Город Как Удостоился Суда Из Двадцати Трех Двадцать Человека В Городе Двадцать Судей Сколько Должно Каким Город Должен Быть Ме В Достаточно Говорит Гемара Ста Двадцать Человек Гемара Мевуар Шем Неспар Зе Гу Лефе Ах Шув Делек А Логика Здесь Следующая Если Мал Сан-Хиврин Составляет Двадцать Три Судьи Шалош Шурот Шель Талмидей Хахамим Ша Йошвим Лефне Сан-Хиврин Векол Ахат Мегем Гиш Шель Это Три Ряда Талмидей Хахамим Которые Сидели Перед Сан-Хиврином И Каждый Из Них Был Из Двадцати Трех Асара Батланим Десять Батланим Какие Батланим Мы Недавно Говорили Что Город По Законам Торы Не Называется Городом Пока В этом Городе Нет Хотя Десяти Десяти Бездельников Да Так Написано Батланим Но на самом деле Бездельники Это Не Бездельники Батланим Это люди Которые Полностью Отказались От работы И изучают Тору Да Это Длинный Разговор Но Как Мы знаем Что в Торе Есть спор Великий Спор Раби Шмаэля И Раби Шимон Барю Хай В 35 Гафе Трактата Брахот Где Раби Шмаэль Говорит Что нужно Работу Совмещать С изучением Торы А Раби Шимон Барю Хай Свои Знаменитые Слова Если Мы будем Пахать Во время Пахот И сеять Во время Засева Собирать Урожай Во время Сбора Урожая Что будет С Торой Сколько Забот У человека Когда же Он будет Учить Тору Все будут Только по Слагам Читать Что ли Поэтому Нет Он говорит Нужно Все время Учить Тору Найдутся За тебя Будут Делать Твою Работу Абай Подводит Итог Их Спора И говорит Что многие Пошли По Раби Ишмаэлю И у них Получилось Но многие Пошли По Раби Шимон Барю Хаю И у них Не получилось Что говорит Абай Что и тот И тот Тана Прав Они оба Правы Но путь Раби Шимон Барю Хая Он для Избранных Поэтому Вот сейчас Говорят Что вы Религиозные Про учеников Ишивы Ученики Ишивы Это студенты Какие претензии К студентам Студенты тоже Не работают Они пока Учатся Но после Окачания Ишивы Далеко Не все Идут В Колель Колель Это большое Исключение То есть Те которые Готовы Жить На 500 Шекелей В месяц С 30 Детьми Это Исключение Из исключения Все работают Но Путь Раби Шимон Барю Хая Он Для избранных Не каждый Может По нему Пойти Так говорит Так закон Такой Что город Называется Городом Когда в нем Есть Ассара Батланим 10 Батланим 10 людей Которые Мы учим Тору Все У нас семьи Мы учим Тору Как в Ишиве Только уже Как бы взрослый Человек Уже женатый С детьми Если Есть 10 Человек Таких Это город Но если В 20 миллионном Городе Москва Не будет Места Где всегда 10 человек Учат Тору Это не город Это деревня Это деревня Хоть там 40 миллионов Человек живет Деревня А если Это какой-нибудь Бобруйск Но там Есть Ишива О Это город Приехали в город Так вот Говорит Мишнам Есть два Софера Которые Записывают Все что Сказали Защитники И все Что сказали Обвинители Есть еще Два Исполнителя В Бейдине Которые Бьют Плетью Бичую И приглашают Из Софта Приглашают Тех Кто Пришли В суд Понести Детель Детельство У обучающих детей Итого 120 Вау То есть, да Прямо видите, как мы четко расписали Город, то есть минимальное количество Кто в городе? Там доктор Учитель маленьких детей Да, там 10 батланим Судит Вот все, кого мы перечислили Софрим, нотариусы, которые записывают Свидетели на свидетелей Да, потому что Должна быть хотя бы гипотетическая возможность Потому что если здесь два свидетеля пришли И неким другим свидетелям Прийти их опровергнуть Получается, то свидетельство первое По закону не может являться свидетельством Потому что любое свидетельство, которое не может быть опровергнуто Мы не принимаем Потому что, да, свидетели понимают Что они защищены Они могут что угодно сказать, их никто не опровергнет И так мы выходим на число 120 То есть, если есть 120 жителей в городе, в этом городе может быть 120, малый Сан-Эдрин из 23. Но Рабин Эхэмья спорит и говорит, нет, минимальное количество жителей города должно быть 230. Почему 230? Потому что, соответственно, глав 10. Что это значит? Почему? Потому что если у тебя есть 230 человек, это 23 десятка. 23 десятка. Получается, каждый судья в малом Сан-Эдрине будет над 10, над Миньяном. Потому что нету как бы... Сара это как бы князь. Нету, чтобы быть князь, чтобы чем-то править, хотя бы должно быть 10 человек в твоей общине. Тогда ты уже какой-то статус занимаешь. Ты представитель 10, хотя бы 10. Таким образом, да, должно быть 230 человек, чтобы... могли над ними быть 23 судьи. Однако Аллаха идет по мнению Танакамы. То есть, первая версия, что достаточно 120, а не 230. Да. 10 часов уже спорта. Да. Все, мы закончили. Мы закончили Рабутай и Шаркоах. Только скажем, что наше изучение Тора было Ла-Хейну Бит Исраэль, наших братьев в Израиле, Ана-Руни Бацарау, Вишивья, которые сейчас в трудном положении, и да, это находится в плену. И Зарат Ашэм, так же за рафуа, Шелема, Ильяу Давид, Бен Мирьям, Исаак, Бен Мирьям, Аарон Давид, Бен Ривка. И за Иллуй Нишма, Иллуй Нишама, наш в списках, да, Ана-Руни Мирьям, Иллуй Нишама,